Книга пророка Исаии, глава 32, 20 стих. И оплодотворяемые этим семенем на всяком месте, указанном Святым Духом, и посылающие на эти места своего скопленного тельца и осленка, на которого никто не садился. И вот еще одна версия. Благодать вам и мир, слышащие изреченные Богом Слово и являющие послушание этому Слову в границах и размере, означенным в Писании. Потому что послушание в даяниях выражает вашу жертвенность и ваше смирение пред Богом. То есть, как видите, в данном стихе приносящее благословение, то есть сенье, которое приносит благословение, связано с двумя вещами. Во-первых, сеять при всех водах, под которыми подразумевается движение веры и жизнь Бога. Вода, движение воды, то есть и сама вода, это всегда прообраз Слова Божие, движимого Святым Духом. Это движение веры, то есть сеять с верою. Любой израильтянин, принося свои десятин на место, где пребывает Господь, как мы знаем, обязан был засвидетельствовать пред Богом, что Он не давал своих приношений для мертвого и не поддерживал своим приношениям человеческие инициативы. Потому что давать для мертвого – это поддерживать человеческую инициативу. Так как сеять в человеческие религиозные сообщества означает отдавать свои десятины для мертвого. Во-вторых, наше сеяние принесет благословение или же благословенные плоды. Хороший результат, когда при приношении Богу мы пошлем туда своего вола и своего осленка. Но чтобы послать их туда, необходимо их обуздать. Обузданный осел – это осел, знающий ясли своего Господина и подчиняющийся своему Господину. Такой осел символизирует наше тело, над которым мы проявляем Господство. В то время как вол символизирует нашу душу. При этом следует иметь в виду, что вол – это оскопленный бык, которого таким образом смирили, чтобы он выполнял волю своего Господина. Как мы с вами говорили, на неоскопленном воле, то есть на быке, много не напашешь. Потому что это весьма мощное, сильное и своенравное животное. И только когда его оскопляют, тогда оно смиряется. Поэтому здесь представлено наше тело и наша душа, над которыми мы господствуем. Где уже произошло обрезание, Слово Божие говорит, благословены вы, когда вы начинаете сеять там, где вы чувствуете движение веры Божией. Там, где Бог повелевает или туда, куда Бог повелевает, там и есть та вода. Поэтому всякий раз, когда мы приносим свои приношения пред Господом, мы, во-первых, свидетельствуем, что здесь есть вода, которая являет Слово Божие, помазанное Святым Духом. Поэтому мы и сеем. При этом мы всякий раз контролируем сами себя, что когда мы сеем, мы ищем Господа, а не материальные блага. Потому что Бог сказал, я буду искать материальные блага для вас, я буду сам устраивать вашу материальную жизнь, когда вы будете меня искать. Это и есть то движение веры. И вот тогда мы будем благословены. Поэтому мы сейчас будем служить Господу десятинами приношениями при движении имеющейся воды. И будем петь песню «Так уж бывает летней порой». И таким образом подтвердим пред Господом, что мы отдаем наши десятины не в мертвые человеческие организации, а там, где есть движение воды, то есть в Дом Божий, чтобы в Доме Божьем была пища. Встанем, будем служить Ему и свидетельствовать всем самым наше признание Божьей власти и выражать нашу любовь. Нам известно, что всякий раз, когда Израиль приносил свои десятины в Храм Божий, он обязан был по откровению Божьему через Моисея возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно дивное, чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в Доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.